Валютные прогнозы, главные экономические тренды и интересы казахстанских потребителей в информационной программе «Народная экономика». Здравствуйте! И сегодня в программе. От каких денег может начаться заражение крови? Где расплатиться испорченными банкнотами? И как сэкономить на отопление зимой? Наряду с землей, водой, воздухом и огнем деньги – суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться, говорил русский поэт Иосиф Бродский. Однако зачастую нам приходится считаться еще и с продавцами в магазинах и на рынках, которые отказываются принимать потертые и надорванные купюры. О том, имеете ли вы право жаловаться на таких кассиров и что делать с деньгами, которые потеряли товарный вид – далее. Время беспощадно, в том числе и к деньгам. Часто мы с недоверием относимся к изрисованным, потертым, заклеенным, грязным или постиранным купюрам. Между тем, специалисты утверждают, что ветхие банкноты – ничуть не хуже новых. И если на них сохранились как минимум изображение номинала, защитная нить и водяные знаки, то ими можно расплачиваться. Вообще ветхие банкноты – это нормальные деньги. Это законное платежное средство. То есть ими можно расплачиваться обычными деньгами. Но если человек хочет обменять, то банки, они не то чтобы уполномочены, они обязаны осуществлять обмен денег. Если у купюры оторван уголок, вы все равно можете ею расплатиться. Но если повреждения серьезные, банкноту можно обменять на новую купюру такого же номинала в любом банке. Только при условии, что более 70% банкноты остались целыми. Однако, когда повреждения превышают треть поверхности, купюру необходимо сдать на бесплатную экспертизу. Если продавец отказывается принимать ветхие купюры, знайте, он нарушает закон. Ведь по правилам определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, компании и частные предприниматели обязаны принимать такие деньги. А вот выдавать сдачу исписанными или потертыми купюрами запрещено. Храните деньги в сберегательных кассах. Так советовал один из героев комедии Иван Васильевич менять профессию. На внешний вид купюр влияют также условия их хранения. В сырости они начинают тлеть и плесневеть. А если прятать честно заработанные в духовке или камине, то однажды вместо пачки купюр вы рискуете обнаружить горсть пепла. Однако и в этом случае можно вернуть свои деньги. Но только после проведения экспертизы в Национальном банке Казахстана. Эксперты буквально по кусочкам собирают испорченные купюры. И если им удастся доказать, что более половины элементов принадлежат одной банкноте, вам обменяют ее на новую. В противном случае вы не сможете вернуть свои деньги. Есть такое у нас правило, что если банкнота сохранила хотя бы 50% плюс какую-то часть небольшую, то эта банкнота, она не может быть уже, конечно, средством платежа, но Национальный банк такие банкноты обменивает. Если меньше, то есть там 49,9%, то это уже не платежная банкнота. К сожалению, ее никто не поменяет и не примет в качестве средства платежа. Ветхими могут быть и монеты. Несмотря на то, что металл гораздо прочнее бумаги, такие деньги со временем меняют цвет, гнутся или обгорают. Испорченными монетами вы не расплатитесь в магазине, но их можно обменять на новые в Национальном банке Казахстана. Эксперты советуют. Ни в коем случае не пытайтесь придать испорченной купюре презентабельный вид. Например, запрещено перед экспертизой обрезать обугленные уголки. Ведь так вы сами уменьшаете размер банкноты, а значит и вероятность вернуть свои деньги. Далее в программе самые народные экспресс-новости экономики Казахстана и мира. Теперь езда по дорогам страны может стать комфортнее. В Казахстане тестируют новое покрытие на трассах Акмолинской, Алматинской и Атыраусской областей. Инновационная технология позволяет замедлить старение дороги, а значит сэкономить на ремонтных работах. По словам специалистов, новое покрытие отталкивает воду, исправляет профиль дороги и делает езду бесшумной. Позвольте вашу руку. Теперь, чтобы получить шенгенскую визу, казахстанцам придется оставлять отпечатки пальцев. Биометрические данные и фотографии наших туристов внесут в информационную систему государств Европейского Союза. Цельного введения упростить процедуры получения визы и ускорить прохождение паспортного контроля на границе. Со скоростью света британские ученые создали новый вид интернет-соединения Wi-Fi в основе разработки использования света для передачи информации. Такой способ гораздо дешевле и почти в тысячу раз быстрее распространенного сегодня беспроводного соединения Wi-Fi. К тому же свет передается на большее расстояние, чем радиоволны. А значит, у пользователей глобальной сети в скором будущем перестанет пропадать интернет в самый неподходящий момент. А вот это интересно. Служебные машины чиновников теперь будут контролировать через GPS-навигаторы. Главная задача нововведения – ужесточить дисциплину среди госслужащих и снизить расход топлива. А брать транспорт во внеурочное время и по праздникам разрешат только с письменного согласия руководителей госорганов и лишь для рабочих целей. Это были самые интересные на сегодня экспресс-новости рынка. В следующую минуту – экономика в цифрах. Кто из казахстанцев зарабатывает меньше всех? По последним статданам, меньше всего сегодня зарабатывают спортивные репортеры. Кандидатам на эту должность, например, в Алматинской области предлагают 7,5 тысяч тенге в месяц. На втором месте – вакансия стажера отдела сопровождения банка – не более 15 тысяч тенге. И замыкают тройку наименее оплачиваемых должностей стажер в компании программного обеспечения. Тут специалисты без опыта работы намерены платить от 15 тысяч тенге в месяц. Далее в программе – самая практичная рубрика «Рецепты экономии». Сегодня узнаем, как сэкономить на отоплении. Батарея. Отчего ты так холодна ко мне? Спросил неизвестный шутник в интернете. От того, что в радиаторе нет воды, – ответили ему. Действительно, поддержание тепла в доме или квартире зачастую бьет по карману. Как пережить зиму с комфортом и при этом уберечься от лишних трат? Подробнее об этом – далее. Включить-выключить. Один из способов сэкономить на отоплении – установить терморегулятор. Этот прибор с помощью датчиков определяет температуру воздуха в комнате и регулирует ее. Он подсоединяется к электрической системе обогрева, радиатору или отопительному котлу. Вы сами выбираете оптимальную для себя температуру. А устройство лишь увеличивает или уменьшает подачу тепла. Стоимость терморегулятора – от 7000 тенгер. Более высокотехнологичные, более компактные и более удобные в использовании на данный момент – это приборы и оборудование, которые поставляются к нам из дальнего зарубежья. Но есть и современные аналоги, которые нам представляют наши соседи из стран СНГ. Уберегут от лишних трат и счетчики тепла. Ведь в Казахстане плата за отопление рассчитывается, исходя из площади, подключенного к сети помещения. В среднем мы платим около 100 тенге за 1 квадратный метр. А если установить счетчик, то в квитанциях будет указываться стоимость реально потраченных гигакалорий, в которых измеряется тепловая энергия. Минимальная стоимость учетного прибора – от 30 тысяч тенге. В частности, стандартный жилой дом. На элеваторный узел мы ставим с вами прибор учета. То экономия может достигать 25-30%. Если же мы все делаем в комплексе, устанавливаем с вами прибор учета, переделываем тепловой пункт жилого дома, устанавливаем систему регулирования теплового потока в зависимости от температуры наружного воздуха, то экономия достигает 50%. Сэкономить на отоплении помогут маленькие хитрости. Постарайтесь избавиться от щелей в окнах и дверях. Ведь недаром наши бабушки и дедушки заклеивали рамы на зиму. В дыры улетучивается горячий воздух, а вместе с ним наши деньги. А ковры и шторы не только делают дом уютней, но и создают дополнительный слой теплоизоляции. И возвращаясь к главной теме выпуска – рейтинг самых грязных денег Европы. Деньги не пахнут. Теперь с этим утверждением можно поспорить. По результатам исследований, самой грязной валюты в буквальном смысле этого слова признаны датские кроны. На купюрах скандинавского королевства найдено более 40 тысяч бактерий. На втором месте – Швеция. Несмотря на то, что жители этой страны почти отказались от наличности микроорганизмов, на их купюрах достаточно, чтобы началось заражение раны. И замыкает необычный рейтинг британский фунт. Почти 20 тысяч бактерий на одной банкноте. И напоследок – язык мой, друг мой. По результатам исследований рекрутингового агентства, более половины казахстанцев в своих резюме заявляют о совершенном владении государственным языком. 13 человек из 100 отлично знают английский. Также казахстанцы свободно говорят на турецком, китайском, немецком и французском языках, что является весомым преимуществом в глазах работодателей. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok